Так, ну что, давай на вопросы ответим. Легко. Вот задают нам вопрос. Добрый день, Хунта. Как уже всем известно, путинский авиагараж состоит из 43 бортов. За последний год ему прикупили еще 4. Вообще у него теперь 47, только официально. Некоторые, кстати, данные говорят, что намного больше. Вопрос нафига. Для меня личный ответ очевиден, что во время мятежа эти скоты будут вывозить остатки нашего золотого запаса вместе с культурными ценностями в виде картины и других артефактов, как это уже не раз было в истории. Согласны ли вы с этим? Да, абсолютно согласен. То есть все борта, которые есть, они обеспечивают не только их деятельность, вот непосредственно сейчас, но и должны обеспечить их во время чья. Единственное, я могу добавить, что эти борта самых, так сказать, нужных вове людей должны будут очень быстро доставить в Ямантау или куда-где они собираются укрываться. Вот это тоже очень важный момент. То есть доставить тех людей, которые нужны. Вот вопрос еще. Вопрос. Вы говорите, что очень популярно, потому что поддерживаете революцию. При этом у вас 26 тысяч подписчиков, а у того же Камикадзе, открыто выступающих против революции, 700 тысяч подписчиков, это как? А у Камикадзе 700 тысяч подписчиков подписались, потому что он выступает против революции, или он на развлекалке какие-то показывает. Поэтому вы спросите их, почему они смотрят 700 тысяч подписчиков? Потому что он против революции. Если они скажут, что именно поэтому подписались. Я вам предлагаю, вот народ должен служить. Вот служилый народ, что вы должны сделать? Зарегистрироваться, вылезти вот так живой головой и говорить, я против революции, там против Мальцева, там еще. И посмотрим, сколько у вас будет подписчиков. Я вас уверяю, у вас не будет даже 700, не то что 700 тысяч. Ну и все-таки хочется сказать, что это уже не первый раз, когда пытаются столкнуть лбами Вячеслава Мальцева и Камикадзе. Причем почему-то вот именно две эти фигуры, я не знаю, почему они так нравятся. И вот когда там видео определенное Камикадзе записал, где сказал, что если люди сидят на жопе ровно и думают, что в один прекрасный момент все произойдет, а потом будет прекрасно, то они дураки. И почему-то все сказали, что там он Мальцева обозвал, и нашу аудиторию обозвал, но обозвал он не Мальцева. В общем, суть. Суть в том, что не нужно искать, в общем-то, каких-то врагов, которых у нас и без этого хватает. Камикадзе занимается, по моему личному мнению, занимается очень серьезной работой, работой в регионах, которой, кстати, может быть, нам иногда и не хватает. И у него достаточно интересный контент, и только за счет этого контента у него есть большая аудитория. И уж ни в коем случае мы там не враги друг к другу. И Камикадзе, я смотрю каждое его видео, он нигде не говорит о том, что он там против революции, он говорит о том, что в революцию не верит. Да вопросов нет. И таких людей очень много, которые в революцию не верят. То есть против революции что значит? Он будет с автоматом Путина защищать, если он против революции? Никогда он не будет Путина защищать. Нет, конечно нет. Поэтому не нужно искать врагов среди, в общем-то... Да нет, Камикадзе приличный человек, я ему очень симпатизирую. Я неоднократно, вы знаете, проводил с ним эфир, дебаты. Ну, молодой человек, веселый, приятный. Пишет вот нам еще, здравствуйте Вячеслав, привет Хунта, у нас уже в каждом сообщении привет Хунта. Пишет вам Михаил, ладно, не знаю, можно зачитывать фамилию, нельзя. Михаил из города Сочи по поводу флага с тяга символикой артподготовка 5.11.17. 25 июля выезжаем к подножию Эльбруса и попытаемся, если не забыли про нас боги, выгрузить на вершине Эльбруса флаг с символикой артподготовки. Да, надо обязательно отправить туда. Ну, я так понимаю, что флаг у него, наверное, есть, потому что я не вижу нигде вопроса. Ну, ты свяжись, это очень важно. Я говорю, для нас принципиально важно там какие-то атрибуты. Оставить? Оставить именно на Эльбрусе, это место силы, я буду молиться, чтобы все получилось. Напишем вам, Михаил, спасибо за предложение. Спасибо. И будем надеяться, что у вас все пройдет хорошо, с восхождением. Спрашивают у меня, кто такой русский для меня и кто такой россиянин. Я, может, открою Америку, но для меня русский тот, кто считает себя русским. А россиянин тот, кто считает себя россиянином, то есть живущим в России, но не русским. И я думаю, что более какого-то расширительного толкования даже и не нужно. Ну, человек считает себя русским, значит, что он русский. Если человек считает себя россиянином, значит, россиянин. Ну, как можно что-то считать за человека? Я считаю, что он вот тот, здоровье считать. Главное, как он про себя думает. Мы вот сказали, что будем отвечать на все вопросы, вне зависимости от каких-то тем, скажем так. Вот человек пишет, у него два вопроса. Знаете ли вы, что в Александровском зале Кремля сверху над дверей у потолка висит масонский глаз? Если да, то после 5-го 11-го будет ли он снят и уничтожен? И как вы будете реагировать, если Америка, Госдеп, к примеру, будет ярко возмущаться? Я не думаю, что вообще даже те масонские символы, которые есть, их полно в Петербурге, их полно в Москве. Ну, масоны любят свои символы втюхивать, особенно в архитектуре, особенно в архитектуре 19-го века. Если мы начнем, сейчас возьмем Кайло и пойдем их все эти символы вышибать, ну, мы уподобимся тем, кто потратил жизнь свою на то, чтобы в гробницах Египта и в пирамидах, ну, в гробницах Египта уничтожить все эти, значит, фрески там. То есть, Кайло он там сидел в жаре, там, я не знаю, в 90-градусной жизнь свою положил на то, чтобы все это сбить и чтобы там люди не увидели каких-то там ложных богов и так далее. О чем речь? Какие ложные боги, какие масонские символы? Нас-то это вообще не беспокоит. Давайте это оставим в истории. Если кто-то в этом что-то видит, какой-то сверхъестественный, да, ну, я имею в виду какой-то там, да, там, руку дьявола или еще что-то, ну, надо убрать эти символы, может быть, из денег, да, из наших, да, то есть, ну, мы вообще собираемся бумажные деньги отменить, да. Ну, если вы возьмете, откроете любую бумажную денежку, вы увидите, что Орел не банка, даже путинского, не российского банка Орел, там, совсем другой, изображен. Ну, просто мы это дело все поменяем. Если вы увидите, что герб, там, ездец, это несколько не такой, как должен быть, ну, да, и так далее. Вот это, такую символику, конечно, мы поменяем, а ту, которая в архитектуре, на какой смысл ее там, в вышибателе, как-то вот так себя вести, вандальным таким образом. Считаете ли вы опасной систему электронных карт, которая уже введена в ряде регионов России, и будет ли она отменена после 5-го, 11-го, 17-го? Она будет изменена. Мы же говорим о том, что мы будем способствовать введению повсеместно электронных денег, а, соответственно, электронные карты вот того вида, они не имеют смысла ими пользоваться. Кроме всего прочего, вы же понимаете, что сейчас вот в настоящий момент как раз прорабатываются варианты, как человек будет проводить оплату. При помощи телефончика своего, ну, там к чему-то приложил телефончик, и все, и оплата произведена. То есть, таким образом, чтобы это было быстро, а карты, ну, это очень медленно, это очень долго, оплата карты. То есть, это потеря времени. Оплата наличными деньгами должна быть гораздо медленнее, чем оплата электронными. Электронными должна быть быстрее, тогда это интересно. Поэтому сейчас, я думаю, человечество как раз выдумывает нечто новое. Вот в этот момент, я думаю, очень много вариантов, какие-то варианты мы примем. Очень много людей критикуют вас вот за эту идею электронных денег. Часть людей говорит о том, что, ну, вот в чем суть, я коротко поясню, суть критики. В том, что многие мыслят, что государство будет такое же, как сейчас. Ну да, злодейское такое. Говорите, а ну дай часть своих электронных денег нам. Плюс будут какие-то ФСБшники, которые будут там за вами следить с помощью этих карт. То есть сначала надо понять, что не будет ни ФСБшников, ни государства, которые вас там отключат одним нажатием, потому что вы там репост сделали какой-то неправильный. Вот когда вы поймете, что этого не будет, будет изменено государство. Сам формат, сам подход. То тогда уже и идея электронных денег, она будет смотреться уже совершенно по-другому. Конечно, в том формате, в котором есть сейчас, если Путин там вводит эти электронные карты, которым там нажатием одной кнопки, ты теряешь вообще все полномочия. Все, ты не гражданин, у тебя ни денег, ни паспорта, ни медполиса, ничего ты не можешь сделать. Конечно, это неправильно. А когда система будет изменена, тогда будет подход другой. При помощи камер, электронных денег, я имею в виду видеокамер, не государство будет контролировать народ, а народ будет контролировать государство. Это главное условие, понимаете? То есть, центр тяжести переносится. Мы говорим, что государство это такая злая собака, такая долбанутая, которую нужно держать на поводке. Народ ее должен дрессировать постоянно ее палочкой по попе. Тогда она будет себя нормально вести, эта собачка, и все, и будет служить этому народу очень хорошо. А если он ее распускает, то она его грызет, эта собака. Вот электронные деньги, это палочка, которую по попе государству. Потому что это очень легко проконтролировать. Это все открыто. ФСБшники будут вечно. Ну не обольщайтесь, ну не уж такая эта работа, чтобы они были вечно. Не будут они вечно. Самое древнее проще. Да, еще вот на вашем веку вы увидите, как не будет никакого. Ни ФСБ, ни КГБ, никого. Нет, погранвойска останутся, но это не будет ФСБ. Они были там до этого, КГБ там, и этому принадлежали, как и Министерству финансов, наркомату. И кому только они бедолаг не мотали. Будут они, конечно, самостоятельные. Этих-то не будет. А зачем они нам нужны? Вот вопрос такой, который очень педалируется со стороны нодовцев о национализации Центрального банка РФ. Что думаете по этому поводу? Будет ли он национализирован? И почему не национализирован сейчас? Ну, во-первых, кому принадлежит Государственный банк? Есть какие-то физические лица, которые владеют Государственным банком. Есть закон, соответствующий о Государственном банке. Он действует в соответствии с этим законом. Будет другой закон, в соответствии с которым будет действовать Государственный банк. Вот и все. То есть, какая национализация. Это вот такой вброс, это такой же вброс, как дать свободу Путину. Дать свободу Путину нодовцы предлагают и национализировать Госбанк. Вот две вещи они предлагают. А я предлагаю головы полечить им, все нормально. Тогда и Путин будет свободен. Так, свободен, блядь. Вкусно будет без ФСБ. Да ну найдете как развлечься, что же вы. Честное слово. Вся веселуха от ФСБ, что ли. Спрашивают, вот на самом деле много вопросов таких задают молодые люди, которые говорят, что, в общем-то, хотят заниматься какой-то правоохранительной, скажем так, работой, но при этом, конечно, совсем не хотят работать в нынешней системе полиции, но при этом как бы хотят помогать людям, защищать их. И вот спрашивают, будут ли какие-то, скажем так, условия для людей физически крепких, которые хотят своему городу помогать, защищать людей, правоохранительной деятельностью заниматься, и при этом не хотят вот вступать в какую-то формальную там полицию, не знаю там. Это после 5-го или до 5-го? После 5-го. После 5-го. 11-го, во-первых, муниципальная милиция, безусловно, и национальная гвардия, безусловно, не та путинская, а реальная национальная гвардия, которая создается на местах. То есть муниципальная милиция – это те люди, которые профессионально занимаются деятельностью по охране общественного порядка и так далее, а национальная гвардия – это те, кто, так сказать, приданные силы, они могут там быть пожарными, я не знаю, могут быть там коммерсантами и так далее, а в сложный момент, когда что-то происходит, ну, они, во-первых, тренироваться будут там по субботам, я не знаю, когда они определяют для себя дни, на это средство будут выделяться, безусловно, они, конечно, вооружаться будут и так далее, ну, и если, не дай бог, что-то случается, какая-то чрезвычайная ситуация, то МЧСники не летят через всю страну. Вот национальные гвардии, они обучены, и они оказывают содействие любой там наводнение или там, я не знаю, там что, пожары и так далее. Поэтому люди-то физически здоровые, они всегда нужны, а как же, ни одна власть без физически здоровых людей не обойдется пока, все-таки мы живем пока в материальном мире. Так, ну что, у нас время, да. Большое спасибо, что вы нас смотрите. Вот Сергей сейчас, наверное, повторит опять, что нам помощь нужна по сбору подписей, и сейчас вот после регистрации Парнаса федеральной, значит, в центроизберкоме, это произойдет ближе к 20-м числам, тогда мы уже скажем, что еще нужно, потому что, ну, как бы мы уже начнем открытую агитацию, и времени останется мало, всего два месяца, поэтому нужно будет очень быть активными, и в том числе в интернете, в том числе в интернете. Значит, до новой исторической эпохи осталось 479 дней и меньше, чем полтора часа. Ждем вас завтра, пишите нам. Подписывайтесь на наш канал основной, подписывайтесь на наш дополнительный канал «Безумная Грета», ставьте лайки, в общем-то распространяйте наши видео максимально, и напоминаем вам о том, о чем уже Вячеслав Вячеславович сказал, о том, что необходима ваша помощь в сборе подписей, и речь идет о городе Саратове, исключительно городе Саратове пока, по крайней мере. То есть, если вы смотрите нас из города Саратова, вы можете, в общем-то, прибыть к нам в штаб на улице Чернышевского 120А, здесь есть вывеска, штаб партии Парнас, мы вам, в общем-то, дадим бланки, дадим краткий инструктаж, что и как делать, можете по своим друзьям, родным и так далее. Задача стоит очень серьезная, скажем так, то есть, у нас крайние дни это... За три дня 4 тысячи подписей надо собрать. Да, но я думаю, что если вы вдумаетесь в это число, то, наверное, очень удивитесь. Ну, нас это, наверное, даже так заводит в определенном смысле. Подстегивает. Подстегивает, да. Ну вот, поэтому нужна ваша помощь, ждем вас в гости. До свидания. До свидания. До свидания.